У эндокринолога Ивановской районной больницы всегда аншлаг. В день борьбы с сахарным диабетом врач принимает беспредварительные записи. А вообще плановые приемы расписаны на две недели вперед. Вчера я зашел в регистрацию и спросил на прием к инвалиду. Сказали, записи нет, только с первого декабря будет. Но, учитывая сегодняшний день, сегодня люди сдали глюкозы в 25 кабинете и все сюда пришли на консультацию. Инна Шишова – единственный эндокринолог на весь Ивановский район. Пациентов с сахарным диабетом на учете у врача больше 800 человек. При этом лечиться сюда амурчане приезжают еще из Ромненского и Октябрьского районов. Сюда ближе нам ездить, чем Ромны. Поэтому сюда езжу. От вашего населенного пункта до Ивановки сколько километров? 50 с чем-то. То есть для вас это близко? Да. Ну, а до Ромны 70 с чем-то километров. Ежедневно Инна Шишова принимает больше 20 пациентов. При этом еще исполняет обязанности заместителя главврача. Поэтому возможности выехать в другие села у нее нет. Справиться с ситуацией помогают местные терапевты. Все равно берется обследование, как положено, по стандарту. То есть глюкоза крови измеряется, холестерин измеряется. И мы очень активно сотрудничаем с участковыми терапевтами. То есть фактически для тех пациентов, которые не могут сами приехать, это наши глаза и уши. Тяжеловато, конечно. А кому сейчас легко? По закону в сельской местности один специалист должен приходиться на 15 тысяч человек. В Ивановском районе население больше. Одного эндокринолога, конечно, мало, говорят в больнице. Но добавляют, жалоб нет. Единственный врач с нагрузкой справляется. Население получает доступную помощь, доступную качественную помощь эндокринологе. Хотя в перспективе рассматривается вопрос о возможности подготовки еще дополнительного терапевта для того, чтобы загрузить этого специалиста. Сейчас в Преамуре работают всего 40 эндокринологов. При этом в Райчихинске, в Бурейском, Селимджинском и Михайловском районов специалистов этого профиля нет вообще. Их заменяют терапевты. При этом в регионе за последние 10 лет число больных с сахарным диабетом выросло вдвое. В 2004-м их было чуть больше 10 тысяч. Сейчас в регионе почти 22 тысячи диабетиков. Это не проблема, наверное, здравоохранения. Сегодня у нас, чтобы стать узким специалистом, нужно, значит, кроме того, не выпускает же, вот в медакадемии она не выпускает узких специалистов. Она выпускает врачей-терапевтов и врачей-хирургов. Потом необходима специализация. Сейчас принято такое решение на высшем уровне, что для того, чтобы стать узким специалистом, нужно проходить ординатуру. Это год или два. Это причем где-то. В медакадемии сообщили, что будущих эндокринологов в ординатуру не набирают уже больше двух лет. Нет аккредитации. Эндокринологов выпускают в Хабаровске. И значительного увеличения числа врачей этой специальности в ближайшие годы не ожидается. В отличие от количества больных. По данным Всемирной организации здравоохранения, сахарный диабет во всем мире уже приобрел характер неинфекционной эпидемии. Василина Садовенко, Александр Лисенюк, Альфа-Новости. Продолжение следует...